Продолжение следует... Словно издеваясь над их сидинами, чиновники утвердили место для проведения митинга за кладбищенской оградой. Количество пострадавших граждан исчисляется тысячами. И это что-то очень многовато для такого маленького города, как Геленджик. И мы считаем, что персональную ответственность за творимое безобразие несет лично глава города Виктор Хрестин. В Геленджике годами не решаются проблемы, которые горожанам портят жизнь, а курорту – репутацию. Виктор Хрестин, ты подвел этот город? Да! Центр город в пяти минутах от администрации города. Грунтовые дороги разбиты с обочинами и рытвиной. Самая красивая пухта Черноморского побережья. В ней опасно купаться. Санэпидемстанция даже запрещала к эксплуатации пляжей. Почему? Да потому что в них производится выброс ливневых стоков. Потому что все парковки застроены. Город задыхается от точечной застройки, от самовольной застройки. Кто виноват в этом? Виктор Хрестин! Почти семь лет владельцы квартир в доме по Красногвардейской, 79, 440 человек живут, как на пороховой бочке. Администрация города в судебном порядке требует снести многоэтажку, в которой они купили жилье. Мэр Хрестин является непосредственным виновником того, что мы сегодня здесь и сейчас собрались для того, чтобы выразить свое возмущение и негодование. Где был этот градоначальник, когда у него прямо на глазах выросло 14-этажное здание? Где он был, когда людям выдавались свидетельства на право собственности? Где он был полгода, когда можно было обжаловать решение суда о законности этого строения? Людей, которые борются за свои права, ставят вне закона. 72-летний пенсионер Геннадий Золотухин был подло дискредитирован и оштрафован на 20 тысяч рублей за то, что стоял в одиночном пикете, пытаясь привлечь внимание властей к проблеме дома по Красногвардейской, 79. При этом его пенсия всего 12 тысяч рублей. 17 марта он вместе с товарищами по несчастью вышел на протестную акцию. Я считаю, что я права в том, что продолжаю борьбу за свою квартиру. Она у меня в собственности. Я ходила, смотрела и лелеяла свою душу, что вот квартирка, в которой будет удобно жить дочери инвалиду, внуку инвалиду, что рядом с морем, что они свою болезнь будут лечить только морем, потому что их болезни неизлечимы. А что на самом деле получается? Жители спорного дома по Красногвардейской стали жертвами отработанной схемы, когда многоэтажки незаконно возводились при попустительстве городской администрации, а потом узаканивались через суд. В доме на Красногвардейской более 60% пенсионеров, больше 30 человек инвалиды первой, второй группы, и ветераны труда, и с маленькими детками люди, которые вынуждены жить в ужасных условиях. Виктор Александрович, услышьте нас, перестаньте вести грязные игры, верните наше жилье. Требования участников митинга об отставке мэра Хрестина поддержали члены кооператива «Морской». Администрация выгоняет рыбаков с причала, которым они пользуются уже 70 лет. Это единственное место в Геленджикской бухте, откуда простые горожане могут выйти в море. Эта земля, оказывается, понравилась каким-то большим-большим-большим дяденькам. Им понравилось это место. Им именно это место понравилось. А у нас чиновники, вы знаете, как могут прогинаться перед вышестоящими руководителями. Это противно смотреть, но тем не менее мы переживаем за нас причал. Ну, пожалуйста, вы поймите, это жизнь десятки людей. Жизнь, ну оставьте в покое причал, дайте людям просто отдыхать, ловить рыбу, кататься семьями. Члены кооператива «Морской уверенной» администрация умышленно сохраняла неразбериху в документах, чтобы в нужный момент предъявить свои права на прибрежный участок, благоустройство которого рыбаки вложили немало сил и средств. Когда мы говорим о вот этом товарище, что мы ждем от него? Первое. Держать свои слова. Вот на этом плакате написано, да, что нам гарантируется вот этот причал после реставрации набережной. Он врет не только словами, но даже не выполняет подписанные бумаги. Нужен такой мэр? Нет! Они обещали нам, что после реконструкции причал останется на том же самом месте. А сами объявили нас самостроем, хотя мы вместе с ними участвовали в реконструкции. И не только, и финансово тоже вкладывали туда эти деньги. А потом, объявив нас самостроем, взяли и оформили это все на себя. Но разве так поступают нормальные люди? Мэр Хрестин подписал распоряжение о сносе еще одного дома Подзержинского-2. Его жильцы, заключив мировое соглашение с администрацией, сами достроили многоквартирник, не рассчитывая на помощь властей. Сегодня пожилые люди, многодетные семьи вынуждены жить в холодных квартирах. Газ в спорный дом не подключают. Администрация настаивает на сносе, по мнению чиновников, владельцы квартир не выполнили предписание. Не достроили свой дом за два месяца. Мы говорим, почему два месяца? Это мало, мы не успеем. У нас нет опыта строительства шести и пятиэтажных домов. Они говорят, ничего, мы вам потом пролонгируем. Потому что они нам сказали, вы будете ходить нам и каждый месяц носить фотоотчеты. Потом, когда мы пошли подключать газ, когда уже стало холодать, нам сказали, извините, ваше мировое не существует, потому что оно у вас просроченное. Смешно? Но молчать больше не можем. Геленджик больше не может разговаривать шепотом. Крестина, в отставку! Крестина, в отставку! Митинг поднял и другие наполевшие проблемы. Многодетным семьям Геленджика не предоставляют земельные участки, которые положены по закону. Есть много вопросов к работе управляющих компаний в городе, высокие тарифы на услуги ЖКХ и подключение к сетям, а качество услуг низкое. Резолюция, которую подписали все участники акции, предлагает главе Геленджика Виктору Христину подать в отставку от депутатам городской думы рассмотреть вопрос о сложении полномочий нынешнего мэра.